продолжаем возиться с платой реле точно так же как мы проверяли одноплатный или двухплатный бегаем по релюшкам значит крайние контакты это сопротивление обмотка релюшек и ближайший к ним это короткозамкнутые контакты состояния покоя так пробегаем по всем и смотрим их под нагрузку я прервусь чтобы не отнимать у вас времени так это стадия проверки завершена то есть все реле в состоянии покоя имеют нормальный контакт и теперь разберемся куда мы будем подавать массу вот эти значит на рулюшках это подается питание на реле значит на вот этот контакт будем подавать землю и тогда смотреть под нагрузкой на срабатывание не стесняйтесь можете помечать их потому что потому что вот обязательно используйте блок питания то есть лучше пометить маркером потому что релюшек много и будете потом недовольно обязательно или крону использовать которым просаживается под вот этот если вы закоротите вдруг с того не сего или как я вот использую блок питания защиты от короткого замыкания чтобы не повредить другие элементы так это нам не надо ну вот и теперь под нагрузкой точно также мы будем смотреть плату но видим резкость даю такой регулирует ток срабатывания минимально чтобы значит дадим на наш пупырышками кверху как я говорил питание защиту мне начал срабатывать немножко то есть если я буду закорачивать закорачивать у меня будет срабатывать положим слушайте и реле срабатывает ну и для себя удобно положите плату чтобы вы могли двумя руками ее проверять значит это будет следующая группа контактов и на точке будем подавать где пометил маркером землю значит вот эта группа контактов нормальный нормальный и так двигаемся по всей платье и так двигаемся по всей платье нормальный 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 тоже не буду у вас отнимать времени и продолжим дальше потом плата реле у нас проверенная теперь мы смотрим опорные напряжения для этого надо подключить тестер значит у этого cdr pro три опорных напряжения значит здесь входит напряжение питания 12 вольт но у меня в данном случае 13 8 чтобы разница была здесь 5 вольт на емкостях со стороны плюса на стабилитроне 3 3 вольта 5 вольт вход выход 3 3 3 и есть еще здесь стабилитрон вот эта микросхема значит на входе у него смотрите 13 8 и на выходе у него 8 вольт ну 7 9 и 5 у меня это дешифраторы которые мы закорачивали стоке потому что управление идет через полевые транзисторы это согласование вот этих уровней с 3 и 5 и на 5 и наоборот вот такой такие микросхемы здесь у нас блютус модуль он питается от 3 от 3 вольт может посмотреть так запомнили да разводочку платы я сейчас делаю и выложу попозже чуть-чуть как что сюда заходит потому что нас интересует калиния сейчас что с калинией ну и посмотрим как выходит кандрайвер